Комнаты в этом общежитии, как после бомбёжки. На стенах трещины, штукатурка на потолке отваливается. В таких условиях Морозовы и ещё 36 семей жили несколько лет, пока здание не признали аварийным. Вот так и жили. Всего не говорим, так и страдали всю дорогу. Сейчас, получив ключи от новой квартиры, пенсионеры не верят своему счастью. Больше всего радуются в ванной. В старом доме её не было. Туалет был общий во дворе. А новая квартира с полной отделкой. Есть сантехника, газовая плита. Хозяева уже украшают новый дом к Новому году. Решают, куда поставить мебель. Конечно же, новую. Тут диван стоять, и всё. Больше диван там стоит. А тут диван. А тут чём-то ещё поставим. Ну чё, стенку поставим. Далеко переезжать не пришлось. Трёхэтажный дом построили рядом с общежитием. Окна новой квартиры в аккурат выходят на старую. Впрочем, прошлая жизнь долго маячить в окне не будет. Её просто снесут. А вот район пенсионерам нравится. Прожили здесь половину жизни. Недалеко от новостройки есть аптека, амбулатория, магазины и рынок. Там плохо жилось. Но это, я говорю, всё, красота какая-то. Радость, всё очень хорошо. Нам это на маленькой хоть не надо. Нам нормально. Пало и мыть хоть поменьше. В посёлке Сахарный завод Лебедянского района ключи от новых квартир получили 37 семей. Дом построили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. На строительство потратили более 30 миллионов рублей. Порядка 12 из них – средства фонда содействия реформированию ЖКХ. В этом году мы переселили порядка, в целом в цифрах, порядка 500 квартир. Причём основные объёмы переселения ложатся на такие города, как Грязи, Лебедянь, город Липецк. В этом году самый большой объём переселения. До конца года в новые квартиры переедут ещё 700 человек. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья реализуется в регионе с 2008 года и курируется лично главой администрации Олегом Королёвым. За время её существования жильё получили более 6 тысяч человек. Ольга Родина, Валерий Фаустов, Липецкое время, Лебедянский район.